Примерная интеграция, по сути, это процесс. Процесс, который поддерживает и, может сказать, является одним из основных процессов в разработке. Основная его ценность в поддержании состояния кода, поддержании состояния кода, не только вашего продукта, но и структурного кода, кода, который управляет, например, миграциями баз данных, как и вспомогательных скриптов, кодами теста в том числе. То есть код вашего приложения является не единственной частью, которую нужно между собой интегрировать, не единственной частью, которую нужно релизить. Поэтому структурный код, вспомогательные скрипты, тесты, они все подходят по ту же гребенку. Так вот, примерная интеграция состоит у нас из пятка повторяемых шагов. Шаг чекаута кода вашего приложения из системы контрольной версии. После того, как мы код получили, нужно его, в случае, если у нас приложение написано на компитированном языке, скомпитировать. Для интерпретированного языка этап компиляции или сборки у нас, соответственно, скорее всего, не нужен. Но необходим этап тестирования. То есть мы должны проверить, что у нас код, который мы, допустим, поменяли в рамках последнего коммита, он проходит набор каких-то требований. То есть прогоняются тесты и проверяется, что тесты пошли успешно. Это как один из обязательных шагов непременной интеграции, которым, к сожалению, уделяют, я считаю, недостаточное количество внимания. А это один из основных таких этапов контроля качества, который позволяет нашему процессу непременной интеграции и в том числе непременной поставки демоксовать. Вот. Возможно, происходит выкатка собранного кода на какой-то тестовый стенд. Их еще называют шотами, их еще называют фича стендами, фича окружениями. Вот. Ну и, само собой, каждый процесс у нас должен заканчиваться каким-то шагом, который нам предоставляет обратную связь. Это может быть оповещение, может быть имейлы, может быть какой-нибудь дашборд. Вот. Так или иначе, команда должна получить какое-то оповещение о состоянии такого процесса, например, интеграции. То есть, проговаривая еще раз, например, интеграция состоит из получения необходимой версии кода. Это может быть, допустим, последний коммит сборки, тестирование. А вот здесь, к сожалению, прокручен еще этап публикации артефактов, которые были получены в результате сборки. Вот. Соответственно, здесь у нас код компилируемый, нужно наши бинарнички, пакеты куда-то сохранить. Так вот, сохранение результатов билда, по сути, является тоже шагом, тоже этапом непрерывной интеграции. Зачастую с непрерывной интеграцией в организациях это все хорошо. То есть, эти практики используют большинство компаний. Вот. Это очень сильно радует, потому что без непрерывной интеграции, опять же, командам, которые занимаются разработкой цифрового продукта, живется очень тяжело. Вот. Если с непрерывной интеграцией более-менее все понятно, то его логическим продолжением или же расширением, но, в принципе, самостоятельным процессом является процесс непрерывной поставки. Сам по себе термин continuous delivery, оно же может перевести на русский как непрерывная поставка. Появился тоже довольно-таки давно. Вы при этом слайде можете видеть книгу, потому что это один из первых таких... Одно из первых мест, где был сформулирован термин и описан эта книга как раз временно continuous delivery. Она была выпущена, если мне память не изменяет, в 2010 году. Вот. И несмотря на то, что книге уже много лет, я точно не помню, или в 2010, или в 2008, первая редакция появилась. Вот. Ну, не суть. С тех времен книга актуальность не потеряла, потому что она больше описывает какие-то процессы, а не конкретную реализацию их конкретными инструментами. Вы прекрасно знаете, что инструменты, они приходят и уходят. Вот. В среднем, можно сказать, время жизни инструмента, оно поменяется где-то пяти годам. Вот. Но то, что описано в этой книге, оно не завязано на инструменты, поэтому если у вас после нашей сегодняшней лекции останется интерес к continuous delivery, эту книжку я вам рекомендую почитать, потому что она все еще актуальна. Вот. Из нее может очень много чего подчеркнуть. Вот. И большинство тех проблематик и терминологий, которые вы сегодня увидите, она взята именно из этой книжки. Так вот. Что же такое процесс непорядной поставки ПО? Вы уже могли прочитать на слайде. Я, на всякий случай, прочитаю это еще раз вслух. Непорядная поставка ПО – это процесс разработки и эксплуатации программного отключения, при котором каждое изменение может быть включено на боевую среду. Что же это значит? То есть у нас есть определение, что же оно, во что же оно выливает в своей жизни. Представьте, что у вас есть небольшой проект, какое-нибудь веб-приложение, может быть интернет-магазин или, опять же, то же самое, рейдинг-аппликейшн. И каждый коммит, который вы сделаете в системе контроля версий, так или иначе, может быть выкачан на D-среду, на T-среду, на какую-то стейджинг-среду и, соответственно, продакшн. Очень бы хотелось, чтобы этот процесс был целиком автоматически и прозрачный. Чем меньше в нем человеческого взаимодействия, чем меньше в нем каких-то ручных шагов, тем, само собой, этот процесс получается лучше реализован. Как один из частных примеров для того, чтобы просто прочувствовать, что дает вам как организации, как член команды, который занимается поставкой программного включения, неважно разработкой, неважно тестированием или эксплуатацией, все равно вы являетесь частью команды, которая занимается поставкой ПО. Ну, скорее всего, так. Так вот, частным примером, когда говорят о Continuous Driver, является такая небольшая байка. Она, с одной стороны, правда, с другой стороны, это такой культурированный пример. Звучит он следующим образом. Представьте, что вы пришли в первый день на работу в новую компанию, допустим, пришли вы в должность разработчика, и в первый же день вас познакомили с отделом, посадили вас в ваше рабочее новое место, и вместе с какими-нибудь из ваших менторов, старших коллег, или, может быть, просто коллег, вы сделали в первый же день какое-то изменение, допустим, либо в бизнес-логике вашего приложения, за которое вы отвечаете теперь, либо же в веб-интерфейсе, то есть там какую-нибудь HTML поменяли, картинку новую добавили, кнопочку передвиняли, неважно, сделали какое-либо изменение в вашем продукте. И в первый же день своей работы вы можете это изменение провести через все этапы поставки ПО, то есть закоммитить код системы контроля версий, закоммитить тут же день тестирования, какой-то, может быть, юнит-тест, и ваш ментор вместе с вами пройдет, по сути, все этапы за буквально там около часа времени. Вы проведете тестирование, вы делаете все это дело в листовые стенды, вы верифицируете, что ваше изменение корректно работает, и в первый же день вы видите ваше сделанное вами изменение на боевую среду. Это очень приятно для сотрудников, когда те изменения, которые они делают, не лежат на порядке системы контроля версий, а тут же работают на боевых серверах, тут же приносят пользу бизнесу. Ну и само собой бизнесу хорошо построенный процесс непрерывного поставки очень полезен, очень важен. Для бизнеса, как вы знаете, немаловажны такие показатели, как, например, time to market. Его можно грубо перевести как время, требуемое на реализацию и выпуск какого-то нового бизнес-функционала. Так вот, как раз одной из основных целей реализации континьюз-функционала для вашего приложения или вашей организации, это как раз в том числе и сокращение time to market и автоматизация всех процессов, которые входят в выпуск ПО. Давайте посмотрим на то, с чем можно сравнить построенный такой конвейер, можно сказать, непрерывной поставки. Если провести аналогию как раз с выпуском автомобилей, можно сказать, что каждый автомобиль является реализом приложения. Само собой, в плане автомобильного конвейера рейтинг-приложения не сильно хороший пример, потому что автомобиль из конвейера у нас входит все идентичное, а приложение с каждым изменением все же чем-то друг от друга отличается. Поэтому по-другому визуализировать конвейер поставки ПО можно следующей схемкой. У нас есть несколько этапов. Эти этапы, можно сказать, поделены и на инструменты, которые реализуют эти этапы, и на зоны ответственности, по командам, которые отвечают за каждый из этих этапов, а также по процессам, которые происходят на каждом из этих этапов. У нас, например, есть отдел разработки, который на среде разработки или на машине разработчика занимается реализацией, допустим, нового функционала. Соответственно, в среду разработки поддерживают разработчики, они это настраивают, отвечают за нее. Но рано или поздно, когда разработчик готовил какой-то новый функционал, он хочет отдать его в тестирование и, опять же, выпустить его на продакшен. Для того, чтобы все это получилось, естественно, разработчик должен отдать цены работки в какую-то continuous integration систему. Вот какие они бывают, и чем они лучше, мы постепенно с вами разберем в рамках сегодняшнего занятия. Вот. Что я хотел бы здесь, на этом слайде, показать? Как вы видите, этот конвейер, он в целом выглядит довольно-таки просто, но в реале жизни он, само собой, сложнее. Я сейчас предложу ответить вам на голосовалку. Голосовалка включается в следующий вопрос. Как долго у вас, ваша организация, занимает выпуск какого-то изменения? Например, у вас есть задача выпустить небольшое изменение в дизайне вашего сайта и небольшое изменение в бизнес-логике. Так вот, сколько времени от коммита в систему контроля версий до развертывания нового функционала на боевых серверах должно пройти в вашей организации? Я вот уже наблюдаю за результатами ответов, и на самом деле меня эти результаты очень радуют, что в половине организации, можно сказать, выпуск нового функционала занимает, ну, около дня, давайте скажем так, примерно такое же количество ответили, что неделю и более. Я вас прекрасно понимаю, потому что, к сожалению, у вас, тоже к сожалению, у вас такая реалия, что изменение в функционале требует тестирования, вот, и не всегда тестировщики готовы взять в работу тестирование вашего нового функционала сразу же, то есть бывает, что нужно поставить им задачу на отдел тестирования, эту задачу они могут взять в следующем спринте в работу, вот, соответственно, вы не сможете выпустить не ранее, ну, выпустить функционал на продакшн, не ранее, чем он протестируется, а протестируется он не ранее, чем тестировщики его возьмут в работу, то есть не ранее, чем в следующий спринт. Вот. Отчасти поэтому я и говорю, что процесс неправильной интеграции, неправильной поставки, он влияет не только на, может сказать, инструментальную сторону реализации этого процесса, но во многом и на процессы разработки и саппорта, релиза приложения вообще, то есть вы должны под свой новый конвейер неправильной поставки еще подстроить процессы в вашей организации, что тоже важно. То есть разработчик, создавая какой-то контекст изменения, вот, и передавая его по этому конвейеру в сторону продакшна, должен каким-то образом через какой-то медиум уведомить и тестировщиков, и разработчиков, и эксплуатацию о том, какие изменения с этой фичей, допустим, приедут на боевые сервера.